С гимна России В этот день в зале присутствуют почетные гости. Депутат МОС облдумы Дмитрий Голубков, депутаты Одинцовского округа, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, а также юнормейцы и школьники. На сцене клубное формирование Дома культуры. Для нас эта эстафета имеет значение и патриотическое, и художественное, и, конечно же, воспитательное. Чтобы наше поколение не забывало историю, помнило о подвигах нашего народа и помнило о традициях русской земли. Салют Победе – проект главы муниципалитета Андрея Иванова. Участники мероприятия отмечают необходимость проведения эстафеты памяти, которая традиционно стартует в округе в преддверии 9 мая. Та победа, которая была принесена на нашу родину, она заслуживает самой большой, самой глубокой, дорогой памяти. Поэтому очень важно, что в акции, в этой эстафете принимают участие молодежь, школьники, которые должны помнить, ценить, понимать и дальше передавать ту важность подвига нашего. За неделю, что символы эстафеты, копия Красного Знамени Победы, клятва партизаны и ручная противотанковая граната РПГ-40 были в Успенском, в школах и детских садах прошли встречи с ветеранами, классные часы с рассказами о подвигах «Героев Великой Отечественной», а также фотовыставка, посвященная Смоленску. Невзирая на то, что нам кажется, что наша молодежь такая бесшабашная, шустрая, занимается, кроме ТикТока ничего другого не видит, нет, на самом деле наши ребята очень хорошие, они, многие, с кем я общался, знают глубоко историю, историю Великой Отечественной войны, и я верю, что когда пройдет время, они будут настоящими продолжателями нашей военной истории. Ранее символы эстафеты памяти также побывали в образовательных учреждениях Кубинки и Барвихинского территориального управления. Теперь эстафету принимает Назарьевская. А завершилось мероприятие совместным исполнением всем известной песни «Катюша» и фотографии на память. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok